Это был работоспособный, отлаженный и хорошо функционирующий механизм, без всяких сбоев и ожиданий, без всяких передышек на отдых. Значит, поэтому я посчитал правильным сделать это сейчас с тем, чтобы расставить все административные и кадровые акценты, с тем, чтобы показать всем людям, которые имеют шансы остаться в правительстве, остаться в министерствах, ведомствах, работать и после выборов в парламент, и после президентских выборов. Конечно, при условии, что они осознают свою ответственность и будут трудиться с полной отдачей сил. И наоборот, те, кто уже готов сменить свою работу, перейти либо в другие ведомства, либо вообще заняться иным видом деятельности вне министерств и ведомств, лучше это сделать сегодня. Повести необходимые перестановки и создать дееспособную команду в преддверии этих выборов и после них. Вот это побудительные мотивы того, что было сделано по смене правительства. Более того, я не подталкивал к этому премьер-министра. Премьер-министр сам принял это решение, потому что он тоже человек ответственный. Он, будучи руководителем этой правительственной команды, прекрасно увидел настроение, которое складывается в коллективе, которым он руководил. И, собственно говоря, сам пришёл ко мне с этим предложением. Я с ним согласился, потому что у меня у самого были такие же точно наши мнения, здесь с ним совпали. И мы сделали то, что вы знаете. Фродков подал прошение об отставке и назначен, сегодня уже назначен за господина Зубкова, проголосовало 382 депутата Государственной Думы. Это много. Не голосовала только фракция КПРФ. Все остальные практически проголосовали. Почему? Теперь вторая часть вашего вопроса. Почему именно Зубков? Зубков – человек с большим жизненным опытом и с большим профессиональным опытом. Он, в принципе, можно сказать, что он настоящий профессионал. Он администратор, блестящий администратор, он человек с характером, но в то же время с большим производственным опытом. Вы знаете уже его биографию. Он более 10 лет проработал в сельском хозяйстве. Начинал с низовых должностей. Ещё в советское время, как тогда говорили, его бросили на один из самых плохих коллективов. Это совхоз, который, в принципе, умирал тогда. Он сделал его ведущим, и в тот период времени он сделал это сельскохозяйственное предприятие. Он человек скромный, не говорит об этом. Я вам скажу. Лучшим в Советском Союзе. Это был лучший совхоз Советского Союза. Ну, не за весь период, конечно, но за какой-то год он стал лучшим в Советском Союзе. Значит, когда это произошло, его послали работать в объединение совхозов, тоже в худшее, и он сделал его тоже одним из лучших. После этого он фактически не занимался идеологической работой. Он всегда занимался производственной работой, даже работая в партийных органах, потому что он был руководителем не просто отдела обкома КПСС в Ленинграде, он был руководителем отраслевого обкома по сельскому хозяйству. Это производственная работа, потому что КПСС в то время, как вы знаете, в значительной степени был бы частью государственного аппарата. Потом он был первым заместителем председателя областного совета. Это тоже хозяйственная работа. А потом работал у нас в Америи Петербурга. Затем был заместителем министра по налогам и сборам. И здесь начинается совершенно другая его ипостасть. Он уже начинает заниматься финансами, причём на общереспубликанском уровне. Затем стал первым заместителем министра финансов Российской Федерации. Мне в этой аудитории не нужно объяснять, какова квалификация людей, которые работают в Министерстве финансов вообще в любой стране. Ну а работая в команде Алексея Ильича Кудрина, там, судя по результатам экономической деятельности, можно сказать, что эта команда высокопрофессиональная. Была всегда на протяжении последних семи лет. И Виктор Зубков – один из членов этой команды. И ему было поручено, именно ему было поручено, в силу его личных качеств, он человек исключительно порядочный, ему было поручено создать новую структуру. Россфинмониторинг, ну или, другими словами, это финансовая разведка, как во многих странах называют. И здесь он тоже проявил себя с самой лучшей стороны. В его ведомстве и у него в руках огромный массив информации финансового характера. Это прежде всего аналитическая служба, которая собирает сведения из финансовых структур, из правительственных организаций. Огромный массив информации. Ни разу, я хочу это подчеркнуть, ни разу Виктор Алексеевич Зубков не воспользовался этой информацией в неблаговинных целях. О чём, в общем, предпринимательские круги России многократно говорили до того, как мы приняли решение создать эту организацию. Люди боялись, что в условиях современной России такая концентрация конфиденциальной информации в одном органе может негативно влиять на бизнес. Этого не произошло. За все годы работы в ведомстве Зубкова не было выявлено ни одного случая коррупции. И в то же время эта служба работала эффективно. По её материалам за последние годы возбуждены уголовные дела в отношении нескольких тысяч человек. 520 или 521 лицо. В отношении 521 человека вынесены обвинительные приговоры судов. Это количество сопоставимое за тот же период времени с количеством лиц, привлечённых в уголовные ответственности и осуждённых судами в ведущих европейских странах. В Соединённых Штатах за этот же период времени в два раза больше осужденного. В европейских странах 500 с лишним. Вот всё это вместе взято и послужило основой для принятия решения. Я считаю, что в достаточно ответственный для России период, во всяком случае, предвыборной ситуации в России нам нужен, востребован на этом месте именно такой человек. Высокий профессионал, человек порядочный, уравновешенный и, если хотите, мудрый. Теперь может ли Виктор Алексеевич Зубков принять участие в президентских выборах 2008 года? Может, так же, как и каждый гражданин Российской Федерации. Естественно, он не рядовой гражданин Российской Федерации. С сегодняшнего дня он не просто глава Росфинмониторинга, но и председатель правительства Российской Федерации. Он отвечал на этот вопрос журналистам вчера или позавчера. Он прямо сказал, и, мне кажется, сказал... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!